Всегда человек и природа существовали как единое целое, но со временем осознание этой неразрывной связи утратилось. Сегодня во многих развитых странах эта проблема нашла отклик в сердцах людей, и там существует множество различных форм охраны и восстановления природных ресурсов. Одна из таких форм — создание региональных ландшафтных парков. Большинство людей знакомо с понятием «заповедник», а вот термин «региональный ландшафтный парк» совсем недавно появился в нашем обиходе. Чем же они отличаются от других природоохранных объектов? Разница между ними заключается в том, что наряду с охраной природно-заповедных территорий в обязанности ландшафтных парков входит создание условий для организованного отдыха, различных видов туризма и других видов рекреации в природных условиях с обязательным соблюдением режима охраны заповедных природных комплексов и объектов. Организованный отдых в лоне первозданной природы стимулирует жизненный тонус и повышает духовный уровень. Общеизвестно, что природа и человек напрямую зависят друг от друга, поэтому взаимоуважение — залог взаимного комфортного существования, и если вести диалог с природой на равных, она с удовольствием откроет свои самые сокровенные тайны. И главное, для этого не нужно ехать чужие края. В Донецкой области существует пять крупных ландшафтных парков. Региональный ландшафтный парк «Донецкий Гряж» — это особое место, где абсолютно всех покоряет красота природных ландшафтов, величественность Саурмогилы и завораживает таинственные истории об этом крае. Совсем рядом, за чертой города Харциска, расположился парк «Зуевский». Здесь мы можем услышать легенды, которые словно продолжают истории Саурмогилы. С давних времен эти места известны туристам и любителям природы. Уникальный природный комплекс и прекрасное место для отдыха, которое доступно практически всем жителям Донбасса. Это региональный ландшафтный парк «Клебонбык». Он расположился в Константиновском районе, вдоль берегов Клебонбыкского водохранилища, в устьях речек «Бычок» и «Кривой Торец». Изюминки парка «Краматорский» — это белокузминовские скалы, целинные степные участки, лебединое и Молодарановское озеро. Региональный ландшафтный парк «Меотида» стоит особняком в списке всех парков Донбасса. Он служит примером для всех охраняемых территорий Украины. Парк находится на побережье Азовского моря, который можно назвать раритетом планетарного масштаба. Все парки очень разные по структуре, содержанию и истории, но одинаково достойны вашего внимания. Патриотизм начинается с любви к природе родных мест. Посещение Донецких ландшафтных парков на 100% убедит вас в том, что нашу землю есть за что любить.